Вообще порция, ну так скажем, что в ладошку входит, вот так примерно, ну можно скушать. Новогоднее застолье размером в ладошку, в то время, когда Новый год для многих становится синонимом переедания. Стол здорового человека в новогоднюю ночь должен выглядеть так. Индейка, мясо кролика, рыба, овощи, фрукты, морсы из замороженных ягод. Врачи рекомендуют отказаться от майонеза в салатах в пользу йогурта. А еще, несмотря на то, что ночь полна чудес, салаты с каждым часом все равно будут терять свое волшебство. Салаты, которые заправлены луком уже, да и майонезом, я считаю, на второй день доедать очень уже опасно. Если это ингредиенты, то есть не смешанные в отдельных, так скажем, контейнерах, то есть перед употреблением можно смешать. Я думаю, на следующий день ничего страшного не произойдет, если мы их непосредственно перед употреблением смешаем, заправим, что называется, и скушаем. Тут от семейных, как говорится, ценностей, привычек все зависит. Точно так же, как и отношение к спиртному. Ситуация с алкоголем в Алтайском крае превышает среднероссийский показатель на 15-20%. И пандемия не позволяет снизить эти цифры. Наркологи напоминают простые истины в новогоднюю ночь. Не смешивать, не пить на голодный желудок. Кстати, существуют даже допустимые дозы спиртного, по мнению ВОЗ. И эти нормы могут многих расстроить. Если говорить о крепких спиртных напитках, это до 150 грамм крепких спиртных напитков. Значит, вино, сухое вино или шампанское, это пределы 200-250 грамм. Если говорить о пиве, то это 0,5 до литра. Новый год – это традиция. Поэтому это не пьянка, а традиция. Поэтому принимать спиртное лучше, вот так скажем, символически. По словам специалистов, в новогоднюю ночь и в последующие выходные часто выстреливают хронические заболевания. На треть повышается количество вызовов скорой помощи. Часто пациенты попадают в больницы с переломами и ушибами. Причем травмы иногда происходят даже на этапе уборки в доме. Еще большой скепсис у травматологов вызывает веселье на плюшках. Любые зимние забавы должны проходить трезво и аккуратно, чтобы не допустить в том числе и обморожений. Большая часть, которая поступает с глубокими переохлаждениями, они погибают. Люди, которые в алкогольном опьянении, они не контролируют своих сил, возможностей. В период снегопада очень запросто попадают под сугроб, а потом их находит кто-то из прохожих. Что касается ожогов, фейерверк в неумелых руках и салют вблизи жилых домов не самые лучшие идеи, как и переедание или отравление алкоголем. В конечном итоге, как встретить Новый год и как в него войти, каждый решает сам для себя. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.